Всем огромный привет! С вами Эмили и в этом видео я покажу, как вязала вот такие миниатюрные бантики, которыми можно украсить очень небольшие игрушки. И, конечно же, буду рада вашим пальчиком вверх, если вам нравятся такие видео, они меня очень поддерживают. А если вам понадобятся бантики побольше, то про это есть отдельный урок. Обязательно заглядывайте в описание, а также там можно найти мастер-класс по вязанию самих поросят, если они вам понравились. И вы сможете связать такие сувениры на Новый год. Но давайте скорее посмотрим, как же вязать супер маленькие бантики. Я использовала пряжу Янар Джинс и крючок 2,5 мм. Чтобы вам дальше было проще работать, отступите от кончика нити подальше, потому что мы этим кончиком будем наматывать серединку бантика. Дальше все очень просто. Нужно связать цепочку из 4 воздушных петелек. Если вы вдруг не знаете, как вязать цепочку, про это есть отдельный урок. Теперь нужно сделать накид и связать столбик с одним накидом в первую петлю. Итак, получился столбик с одним накидом. И теперь нужно связать еще один столбик с одним накидом в эту же самую петлю. Все супер просто. Теперь набираем цепочку из 3 воздушных петелек. Раз, два, три. И снова делаем столбик, только на этот раз соединительный, в эту же самую первую петельку. Вот уже готова половина бантика. Очень быстро. Теперь делаем снова 3 воздушных петельки. Раз, два, три. И два столбика с одним накидом опять в ту же самую первую петлю. Первый столбик. И сюда же второй. Ну и как вы уже догадались, теперь снова 3 воздушные петли. И делаем последний соединительный столбик в самую первую петлю, в которую сделаны все столбики. У нас практически все готово. Отрезаем кончик подлиннее. И вытаскиваем нить. И теперь осторожно наматываем этим кончиком серединку бантика, придавая нужную форму. А вторым кончиком обматываем в обратную сторону. Тут все делайте на свой вкус, как вам больше понравится. Ну а теперь самое сложное, все это закрепить и спрятать кончики. Для этого я делаю двойной узелок с обратной стороны. С той стороны, которая будет у нас изнаночной, которая будет близко к работе. И теперь оставшимися кончиками нити можно либо пришить этот бантик к работе, либо спрятать кончики нити, если вы, допустим, будете приклеивать эти бантики или у вас какие-то другие цели на его счет. И, наверное, самое сложное в этой работе, это спрятать аккуратно кончики, если вам это нужно сделать. Я буду использовать иголку широким ушком. И так как работа небольшая, то желательно эту нить хорошо закрепить под столбиками, чтобы она точно не вынырнула в ненужный момент. Ну и затем, естественно, оставшиеся кончики нужно просто отрезать. И получился вот такой супер маленький бантик. Вы можете поэкспериментировать с количеством столбиков с их высотой. Можно сделать, например, с двумя накидами, тогда бантик будет чуть побольше. Но сам принцип, я думаю, вы поняли, тут все довольно просто. Такой же бантик я еще использовала в качестве повязки. Но чтобы не было много лишних кончиков, покажу, как можно сделать это сразу единой деталью, ничего дополнительно не пришивая. Для того, чтобы получилась такая повязка, я связала воздушную цепочку из 40 воздушных петелек. Я сделала цепочку именно такой длины, просто примеряя по обхвату головы игрушки. И у меня получилось 40 петелек. Итак, набираю воздушную цепочку. И теперь в конце осторожно расправляю ее пальцами, чтобы она не перекрутилась. Нахожу первую петлю и делаю в нее соединительный столбик. Таким образом цепочка получается замкнута в кольцо. И вот это кольцо я и примеряла на поросенка, чтобы понять, правильный размер или нет. Ну а теперь сразу свяжем бантик. Для этого я делаю 4 воздушные петли. И вяжу 2 столбика с одним накидом в самую первую петельку именно вот этой новой воздушной цепочки. То есть принцип точно такой же, если бы мы вязали бантик отдельно, просто у нас внизу еще воздушная цепочка. Итак, вяжу 2 столбика с одним накидом. Делаю 3 воздушные петли и соединительный столбик в первую петельку. Убираю цепочку, чтобы она не мешала и продолжаю вязать бантик. Снова 3 воздушные петли. 2 столбика с одним накидом в эту же самую первую петлю. Главное здесь не захватить лишнего, потому что у нас снизу еще цепочка. И в конце снова делаю 3 воздушные петли и соединительный столбик в самую первую петельку. Отрезаю нить. И в этот раз я решила не просто выделать нить вверх, а еще сделать одну дополнительную воздушную петлю. Это все на ваш вкус, это не принципиально. И теперь самое главное все это аккуратно развернуть, чтобы получилась единая повязка. И теперь я буду обматывать серединку бантика, но при этом еще сама нить будет захватывать еще и цепочку. То есть наматываю все, что попадается под намотку. И как видите, я оставила вначале довольно короткий кончик, теперь будет не очень удобно завязывать. Поэтому старайтесь отступать вначале от самой нити и начинать вязать воздушную цепочку чуть подальше, чтобы было проще завязывать потом. Но все равно у меня получается завязать двойной узелок. Поправляю все руками, расправляю и осталось спрятать кончики. И сделать я все это буду с помощью иголки. Прячу все кончики. Как я уже говорила, из-за того, что оставила довольно короткий, будет немножко сложнее. Но сама виновата, нужно было оставить подлиннее. И прячу вторую сторону тоже под столбиками. Обрезаю кончики нитей и повязка готова. Можно примерять. Надеваю ее через низ и примеряю на поросенка. Можно сделать немножко под углом, мне кажется, так тоже миленько. Но я решила все-таки сделать по центру. Получилась вот такая парочка. Надеюсь, вам понравилась идея такого простого бантика, который можно использовать для разных игрушек. Конечно же, показывайте и отмечайте меня в инстаграме, если вы будете вязать эти бантики. И не забывайте заглядывать вниз в описание под видео. Там будет мастер-класс на самих поросят. Буду рада вашей поддержке видеолайков. И увидимся в следующих видео. Я надеюсь, очень скоро. Пока-пока.